Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной Все собрались, мы проверили. У нас есть специальное устройство, которое показывает все слушатели сейчас у приемников. И, друзья, мы вам обещали, что придет прекрасный спикер, и у нас все получилось. В гостях у нас филолог, лектор, заместитель директора по международной и общественной деятельности Российской государственной библиотеки Анна Делиониди. Здравствуйте, Анна. Все так, все так. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, что пригласили. Анна, вот в наше такое мультимедийное насыщенное время, может быть, и хотели бы люди читать, но как-то вот не полюбилась, может, с детства, с юности, но ведь дело-то хорошее. Или времени никак не находится. Как приучить себя? Да читаем мы, читаем, конечно. В нашей ежедневной с вами жизни чтение гораздо больше, чем мы себе в голове рисуем. Поэтому однозначно первое, что нужно сделать, надо перестать себя ругать за то, что мы не читаем. Новостные паблики, всевозможные вывески, проверка того, как доехать домой и так далее, это все, естественно, тот самый текст, поле текста, который нас по жизни сопровождает. Да, другое дело, что мы с вами можем говорить о чтении высокохудожественном, которое развивает наш кругозор и непосредственно наш активный словарь, которым мы с вами пользуемся. Вот здесь есть некоторые нюансы. Мы неуклонно на птице-тройке с большой скоростью несемся к тому, что цивилизация становится в первую очередь визуальной. Мы пролистываем, да, мы смотрим картинки, нам интереснее инфографика, мы быстрее получаем информацию, нейроны стали работать быстрее. Мир ускорился очень сильно с того самого 19 века, когда путешествие из Петербурга в Москву занимало в среднем там 7 дней. И то, если лошади попадутся на перекладных, ну, нормально здоровые, да, и активные. Поэтому, конечно, есть такой нюанс, но вот как читать? Собственно, так же, как мы с вами вводим все привычки, необходимые для здорового образа жизни. А чтение однозначно одна из очень важных привычек здорового образа жизни. Так же вводим в себе напоминания, меряем какой-то отрезок времени, когда мы это будем делать. Причем без насилия, а в зависимости от того, какой ваш собственный график. Будете вы эти три страницы читать за первым кофе утренним, да, или перед сном, например, просто нежась в постели, проводить это время с философами или классиками. А чем полезно? Вот сейчас люди, наверное, уже взяли книги и хотят понять, что будет, что хорошего. А, это очень важно. Но в общем и целом-то я сейчас вот как представитель высококультурной общественности должна сказать такую какую-нибудь банальность, да, что вот, ну, вы будете умными. Ну, окей, кому это сегодня, в общем, не всем помогает. Кого удивить. Кого удивить, и самое главное, что ведь успешный успех, он теперь очень разными мерилами меряется, да, у каждой социальной группы. Поэтому давайте про другое, наверное, про более сложное и ответвленное воздействие чтения на нас с вами в сегодняшнем современном мире. Однозначно это влияет на ваши коммуникативные навыки. Однозначно вы перестаете бояться, потому что чем больше вы читаете книг, в которых по-разному ведут себя герои, реагируют на что-то, попадают в ловушки, попадают в просак, нелепые положения, выбираются из них как-то, тем больше вы это откладываете где-то на подкорке. И когда у вас встречается похожая ситуация в жизни, вы случайным образом достаете, да, там, из Евгения Онегина что-то, и, да, не цитируя, но в общем и целом, лавируя в коммуникационной среде, отвечаете спокойно, в общем, как-то вот ведя беседу и при этом не испытывая никакой паники. Бессознательно не помогает. Вариативность появляется. Вариативность, конечно. Конечно, это расширение кругозора. Зачем это нам нужно? Вот сейчас конкретно, особенно молодой аудитории, которая вот слушает наш сегодняшний эфир. Ну, в первую очередь, это ваша надстройка, которая помогает вам среди прочих равных получить более престижную работу, более высокую зарплату, потому что в зависимости от того, как вы общаетесь, в зависимости от того, как вы можете строить свою письменную речь, а это предельно важно, если вы делаете карьеру, естественно, на вас по-другому смотрит руководство. Чем больше вы читаете, тем больше ваш словарь, и тем больше вы можете сосредоточиться на мысли, выразить ее и не уйти куда-то в дебри, а остановиться и собрать это все вот в тот вот пазл, который необходим в конкретный момент, в конкретной коммуникации. Есть ли какая-то золотая полка? Давайте возьмем классику. Вот молодежь сейчас тоже прибавила громкость, потому что вы сказали очень важные для них вещи. Готовы читать. Что вот взять им? Ну, например, 10 книг или сколько-либо из классики, что никогда не устареет и что вот на этой золотой полочке будет стоять у человека на протяжении, может быть, всей жизни? Ну, давайте продолжать разбивать стереотипы, раз уж вы мне так нравитесь, что разговор идет с абсолютно откровенной и очень комфортной. Спасибо вам большое за это. Очень комфортная, удобная студия, прекрасные ведущие. Спасибо. Просто всем советую продолжать, продолжать слушать именно это шоу, даже когда я отсюда уйду. И в гости к нам приходите. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, давайте все-таки стереотипы разбивать дальше. Полка, по идее, должна быть, но, слава богу, мы с вами закончили с вопросом, что хотел сказать автор, или там это самый лучший автор в мире, в момент, когда нас этим мучили в школе. Сейчас все-таки понятие интерпретации, оно самое важное. Вот ваше мнение по поводу того, хорошая книга или нет, оно и есть самое главное. И поэтому ваша золотая полка, она может быть совершенно разной вообще, она может быть даже платиновой. Вы ее можете хоть страз без воровски покрыть, или еще лучше стразами гуся хрустального, давайте все-таки, да? Конечно, конечно. Да, они прекрасный завод. Вот, поэтому, да, конечно, есть вот те самые колонны, фундаменты нашего культурного кода, которые никуда от нас не деть. Мы все учили письмо Татьяны. Все, абсолютно. И мой дядя самых честных правил, мы помним, просто в любой момент нас подними. Евгений Онегин, безусловно, тот текст, который нас с вами ведет, как некоторую нацию, потому что Пушкин постарался потрясающим образом. Почему нам это интересно сегодня, и почему его нужно перечитать? Ну, хотя бы потому, что у нас опять, да, в светском свете гремит история про то, что мы весной ожидаем нового фильма. Да. Нового фильма, снятого у нас в стране, и, собственно, для того, чтобы поспорить с режиссером, согласиться с ним, согласиться или не согласиться с отбором актеров, и, собственно, понять для себя, черт возьми, Татьяне должно быть там 17, 19, 25, или, в общем, совершенно не важно, зато посмотри, какая боль в глазах, и какая женщина сильно ее играет. Вот на все это, чтобы ответить самому себе, да, конечно, Евгений Онегин, почему бы нет? Тем более, что, поверьте мне на слово, я эти марафоны чтения с ним проводила просто какое-то немыслимое количество раз. В зависимости от того, как быстро вы его хотите закончить, его можно оттороторить за 4 часа, 5, 6, или растянуть на несколько шикарных вечеров под хорошее вино. Апелласьона Анапы, опять же. Лужго! Да, так вот, да, конечно, Онегин, да, конечно, что-то из Толстого, но, опять же, давайте стереотипы убирать. Не нужно нам с вами 4 тома «Война и мира», да, считать, что мы с вами раз в год перечитать должны, потому что иначе наша русскость, да, каким-то образом пошатнется. Там и французскость чуть-чуть, ну. Да, да, и вообще, да, вот это вот французского с Нижегородским, как говорил еще один незабвенный классик по имени Александр Сергеевич, так другой. Поэтому почему бы нет, почему бы не Анна Каренина, но я за то, чтобы ваша золотая полка, она была некоторым культурным перекрестком, и это очень просто сегодня, благо, что мы остаемся удивительным, уникальным, очень ярким культурным центром вот, ну, всего человечества. Смотрите, Борис Эйфман ставит прекрасные балеты, у него есть Анна Каренина, у него есть даже Чайка Чехова. Берете текст и дальше пересматриваете его, переощущаете его, переоткрываете его через другой вид искусства. Очень у многих других видов искусства базой и основой был текст, была литература. Но на этом не нужно останавливаться. Получаете вы абсолютное удовольствие от балета, современного балета, который не имеет вообще никакого отношения ни к чему другому. Получайте и перечитывайте текст, объединяйте это и таким образом расширяйте. Вот здесь начинает работать формула 2 плюс 2 равно 22. Друзья, мы сегодня говорим о литературе. Если вы только что присоединились, у нас в гостях Анна Делиониди. Если есть вопросы, пишите. Плюс семь девятьсот девять девять пять пять сто три ноли. СМС, Ватсап, Вайбер, сообщения свои подписывайте. Может быть, вы сегодня возьмете Евгения Онегина почитать. Может быть, вы уже читаете. В общем, тоже можно об этом рассказать. Сейчас музыкальная пауза, после которой вернемся и продолжим общение. Друзья, вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Полезное время». На радио Шансон у нас в гостях филолог, лектор Анна Делиониди. Мы говорим сегодня о тех книгах, без которых сложно чувствовать себя наполненным и счастливым человеком. Так что читайте. Мы уже выяснили, что читать, с чего начать. Что-то из современной литературы можем мы порекомендовать? Конечно, безусловно. Современная литература – это очень важный момент нашего с вами чтения, потому что это потрясающее, очень быстрое узнавание себя. Часть наших писателей сегодня, если мы говорим о современной русской литературе, обращаются в формате ностальгии в не так давно ушедшие времена. Почему-то целая волна текстов про 90-е. Какие-то из этих текстов вдруг становятся суперпопулярными потом фильмами или еще каким-то образом себя продвигают. Но многие-многие ребята почему-то пишут про излет Советского Союза. И пищеблог Алексея Иванова, и, собственно, возвращение пионера Шамиля Идиатулина. Совершенно потрясающе. Если кто-то из вас засматривался Москвой к осиопеей, или вообще как-то мнил, что он как пионер сможет, собственно, стать следующим космонавтом, это потрясающе, меня вообще Шамиль умиляет в кропотливости своей работы над текстами. У него был текст про переселение народов, и он для этого текста придумал, собственно, язык, а это очень сложная работа, такая серьезная совершенно. А для возвращения пионера он изучил там квантовую теорию и еще какую-то кучу всего, и, в общем, абсолютно предельно правдиво рассказал теории волн и всего остального прочего, что происходит с этими бедолажными подростками, которые застревают в петле пространства и времени. У нас есть абсолютные самородки, которые занимаются исследованием таких перекрестков отростков сознательного, бессознательного и поведенческих норм. Вот в каких обстоятельствах и при каких ситуациях человек может оставаться нормальным или терять свою идентичность как таковую. И самый яркий, конечно, из них, как я его называю, это наш новый Умберто Эко, это Рагим Джафаров, и его все тексты, они вот примерно такие прям. С чего начать читать его? Ну, у него есть Сато, роман, у него есть совершенно компьютерный квест Марка и Эзра, собственно, у него есть «Его последние дни», роман, который вот буквально недавно вышел. И это потрясающий сюжетный квест, потому что это книга про писателя, которая прикидывается сумасшедшим для того, чтобы его положили в сумасшедший дом, потому что он пишет книгу про сумасшедшего. Погружение в среду. Да, и он не хочет просто прийти в клинику и объяснить ситуацию, он хочет сыграть, так сыграть, чтобы его положили и на себе полностью прочувствовать, как это. И то, как Рагим это развивает и чем потом это заканчивается, это потрясающе, потому что это неожиданно, и он большой молодец. И у него есть роман «Картина Сархана». В общем и целом он уже понаписал «Ого-го», и самое главное, что тексты не становятся хуже. Он как выдержанное вино, со временем только лучше. Ну, конечно, невозможно не пройти, невозможно пройти, точнее, мимо нашего такого гуру Евгения Водолазкина, потому что, да, у нас есть лавр, и он сейчас ставится в театрах, и вообще этот текст такой очень интересный, в первую очередь, потому что Евгений Водолазкин все-таки изначально настоящий ученый, медиевист, ученый средних веков рукописями занимается нашими русскими, изучает их, и поэтому у него такой вот ученый склад ума, но при этом потрясающая словесная изобразительность в его текстах. И, естественно, лавр, в общем, мы все оценили, он не зря там получил все премии. Но, как вы знаете, в этом году, в прошлом, точнее, да, в прошлом декабре состоялась большая книга, и, собственно, снова победителем стал Евгений Водолазкин с его новым романом «Чагин». И это еще один тренд нашей современной литературы. Если часть ребят оборачивается к 90-м, часть ребят начинает исследовать нормальность и ненормальность человека, часть наших авторов начинают говорить о памяти. Причем о памяти в совершенно разных ее проявлениях. Памяти как о биологическом подспорье человека, и начинают думать и рассуждать про то, как это устроено, как устроены нейроны и как это вообще работает. Вот как раз роман Евгения Водолазкина «Чагин», он про это, он пишет про уникального человека, мнемониста, который запоминает все, что он один раз увидел. В том числе огромные таблицы, многостраничные, может посмотреть и потом повторить это, не видя больше ничего, слово в слово. Но что это, дар или проклятие? Как это работает? Когда это угасает? И угасает ли? И вообще, как строится жизнь такого человека? Вот он рассуждает об этом так. Хелена Побяржина, например, это совершенно уникальная девочка из Белоруссии, которая написала свой дебютный роман «Валсарп». Она исследует проблему памяти поколенческой, памяти конкретных событий, произошедших с каким-то народом в какой-то конкретной области. И это тоже потрясающе красиво с точки зрения стилистики языка, то, как она с этим работает. Поэтому, да, конечно, без Водолазкина не обойдемся на нашей золотой полке. Но вот возвращаясь к золотым полкам, они могут насквозь состоять из жанровых книг. У вас может быть своя золотая полка детектива, причем как классического западноевропейского, так и современного русского, совершенно не важно. У вас может быть своя полка фэнтези, особенно если у вас... А как в фэнтези сейчас дела у нас? Да, шикарно у нас дела. Расскажите, да, что там. И, конечно, полка советской фантастики, да, классическая. Она тоже, ну, без стругацких нам вообще никуда. Перечитывайте прямо вот, начиная... Любите стругацких? Конечно, да. Они потрясающие, и это прекрасные образы, и очень тонкий юмор, и опять же, гениальное инженерное мышление. Супер подкованы технологические ребята, потрясающе все у них получается. А по поводу фэнтези, хорошо у нас все с фэнтези, у нас даже рождаются молодые издательства, отпочковываются от конкретных издательских домов, которые занимаются изданием только фэнтези-книг. Например, у нас там издательство Полынь недавно появилось на рынке, вот они у нас занимаются современным таким вот молодежным фэнтези. И тот же Денис Лукьянов, который написал про такой параллельный Петербург условного XIX века, в котором живы боги Египта. Ну, видимо... Альтернативный, да. Да, альтернативный, видимо, мост с финксами навеивает. Он хорошо это прописал, и достаточно интересно получилось. То есть подрастает поколение новое, которое современные реалии встраивает все равно в идею фэнтези. Но давайте просто проговорим, чем фантастика от фэнтези отличается в принципе, потому что мы часто эти понятия путаем, фантастики давлеет революция технологическая. И все, что придумывают фантасты, в 50% случаев через какое-то время можно воспроизвести. Там те же межгалактические перелеты мы все еще ждем, но тем не менее есть надежда. А фэнтези плевать хотела на развитие технологий. В общем, это все нудно и долго. Надо ждать. Поэтому мир, миром правит магия. Друзья, у нас сейчас от разговорной магии переход к музыкальной мгновенной. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский. Ну, а потом мы вернемся и еще немного поколдуем здесь с литературой. «Полезное время» с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Друзья, вы слушаете и смотрите «Полезное время». Мы продолжаем. Напомню, что в гостях у нас филолог, лектор Анна Делиониди. И сейчас вопрос, Анна, к вам сказочный, собственно, по поводу сказок. Что вот надо бы почитать, может быть, как-то детей заинтересовать, юных слушателей? Как-то вот красиво про сказки можем рассказать? Можем. Сказки, какие бы они ни писались, они до всегда двуслойные, как минимум. Они чуть-чуть для детей и много для взрослых. И вторая штука про сказки, что очень часто мы читаем с вами укороченный вариант. И поэтому, если мы хотим, ну, понять вообще, собственно, что хотел сказать автор и что он говорил, нужно возвращаться к истокам, и там будет совсем не такой конец, как жили они долго и счастливо, и в один день умерли. Сказки дают максимальное развитие фантазии. Почему, собственно, литература от двух до пяти строится на сказках и ритмике? Прозу от поэзии отличает не рифма, а ритм. И мы детям задаем понятие ритма, когда с ними ритмически разговариваем. Это предельно важно. Особенно для тех детей, которые потом хотят стать великими рэперами, прости господи. Вот, поэтому да, вся наша поэзия, она обязательно. Потому что многие потом просто не попадают, потому что не дочитали поэтических строк некоторых. А что касается сказок, это максимальное предельное развитие фантазии. Почему? Потому что в сказках дети вынуждены представлять себе то, чего в жизни не бывает. Говорящего волка, например, там еще что-то такое же волшебное. И им приходится это додумывать, им приходится выстраивать новые нейронные связи, когда это не стол, стул, вот то, что ты увидел и потрогал, а когда это рождается в твоей голове. И, конечно, самые гениальные творческие личности, которые потом снимают фильмы, делают крутые мероприятия, там, в Сириусе и где угодно еще и так далее, они все классно читали сказки. Или им хорошие мамы и папы читали сказки именно с этой точки зрения, потому что они понимали, что они развивают фантазию. Так же, как художественная школа, музыкальное образование, походы в театры, кино и все остальное. Ваша любимая сказка? Лигушка царевна, конечно. Там священное сакральное число 3. В общем-то, все, что потом Филатов в том числе, да, старший, умный был, детей на средний был и так и сяк. Но не будем обижать семьи с тремя детьми. Но это потрясающе совершенно, потому что число 3, оно там такое проклятое, да, они все делают по три раза, эти три стрелы, три невесты, которые бесконечно там сражаются. Царь затейник. Царь потрясающий. Царь потрясающий. У него уникальные способы общения с детьми и их воспитание. Даже когда они уже, собственно, должны были сепарироваться и спокойно жить со своими женами. Ну, то есть ты ее перечитываешь во взрослом возрасте и понимаешь, что, господи, боже мой, просто жизнь вообще в этой сказке. Анна, что в государственной российской библиотеке сейчас? У нас буквально вот две минутки. Расскажите, как там дела? Ленинка, вот та самая, да, легендарная Ленинка, российская государственная библиотека, сегодня, конечно, гораздо больше, чем библиотека. Сегодня в библиотеке оставаться библиотекой совершенно бессмысленно. Мы все с вами доступ к книгам имеем дома. Поэтому это в первую очередь такая мультифункциональная культурная площадка, где проходит какая-то куча всего, что может быть интересно не только городской, но и федеральной повестке. Мы каждый год проводим всероссийскую акцию «Библия ночь», которая проходит в апреле или в мае месяце. К нам подключаются все регионы России, мы придумываем, как это делать, являемся таким центром креативным. У нас бесконечные концерты классической музыки, у нас научный кинолекторий, который мы делаем вместе с Высшей школой экономики, и фондом знания. У нас все при этом мероприятия, которые проходят, они совершенно бесплатные, нужно просто зарегистрироваться на сайте, посмотреть афишу, зарегистрироваться. Встречи с писателями. Вот 30 числа, 30 января у нас встреча с Анной Матвеевой. Вот, пожалуйста, приходите, регистрируйтесь. Друзья, если вы хотите попасть на встречу с Анной Делиониди, потому что она все-таки является еще и лектором, зайдите в телеграм-канал, да? Да, конечно, очень просто звучит. Делиониди пишет. Вот, что пишет, да, можно зайти, посмотреть, и, конечно, много там чего интересного найдете. У нас буквально 30 секунд. Ваши пожелания нашим слушателям. У меня оно очень простое. Мне студенты мои сделали стикер для телеграма, и я его очень люблю. Он звучит так. Читайте, это помогает. Спасибо большое, спасибо огромное. Вот хочется вот прям бурными аплодисментами вашу честь и ваш адрес завершить наш очень полезный, очень познавательный эфир. Мне кажется, что мы мотивировали наших слушателей читать. Друзья, не забывайте, что если вы даже не сначала посмотрели, послушали сегодняшний выпуск «Полезного времени», всегда есть возможность буквально через сутки после окончания программы зайти на YouTube-канал «Радио Шансон» и пересмотреть уже, все зафиксировать, какие книги и так далее, и тому подобное. Большое спасибо, Анна. Мы рады с вами познакомиться. Спасибо вам. Взаимно. Это было очень приятно и очень легко. Спасибо вам за комфорт. До новых встреч. Любовь Володина. Роман Шахов. Пока, друзья. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной.